Здравствуйте, уважаемые телезрители! По традиции, как всегда, в среду вы смотрите программу «На виду». И сегодня у нас в программе «История жизни». История жизни Мартемьяна Сарапёновича Ихлакова. И у нас в гостях его дочь Нина Мартемьяновна. Здравствуйте, Нина Мартемьяновна. Здравствуйте, Леонид. Но справедливости ради стоит сказать, что у нас годовщина 27 февраля не стала вашего папы. И погиб он трагически и героически. Он полный кавалер орденов славы. Таких людей очень мало. И поэтому мы не могли сегодня не пригласить вас на эту программу. И большое спасибо, что вы отозвались. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие эскетимцы, вы мои земляки. Знали ли вы своего папу? Нет. Я родилась в августе 40-го года. А папа мой ушёл не служить. Не на войну, а служить. В апреле 41-го года. Военные действия ещё не начались. Поэтому мне в те времена было всего 8 месяцев. Вот эта вот фотография. Я малышка. И я поэтому совершенно ничего не могу вспомнить. Из-за бодроста я не могу его вспомнить, конечно. Вот. Поэтому я не знаю. А когда вот вы помните, что впервые было, да, что вы как-то заинтересовались? Или мама что-то вам рассказывала о нём? Ну, я немножко, конечно, повзрослела. То есть до 4-х, может быть, 5-ти лет жили мы на лесосплаве. И у нас рядом с домом был детский садик. Если это было 4 года, значит, 44-й год. И в это время у всех лесосплавских детей отцы были, конечно, на войне. И мы в садике знали только матерей да бабушек. А папа в каком году погиб? Папа погиб 27 февраля 45-го года. Вы не помните этот день? Нет, нет. То есть как известие вам пришло? Нет, нет, нет. Я об этом не знаю. Потому что мы жили мама, я и бабушка. И всё. И, может быть, я думаю, что меня как-то оберегали. Я мало что помню. Я так в это время, ну, 4-5 лет, даже 6, я не помню. Не помню никакие даты. И мама тоже сама ничего не рассказывала? Мама мне не рассказывала. Мама вот только один раз как-то, как-то, в каком году уже, я взрослая, наверное, была, она говорит, что от твоего отца друг, который, видимо, видел смерть твоего отца, и он, говорит, мне написал письмо. Я его получила. И он написал, при каких обстоятельствах отец погиб. Значит, они какую-то операцию проводили, их, видимо, там обнаружили, и они, конечно, сопротивлялись. У отца была граната, и в эту гранату попадает пуля. Я, конечно, человек не военный, близко с этим не связана, я у мужа спросила, что значит пуля попадает в гранату. Он говорит, конечно, это получился взрыв, а граната была в его руке. Ну, и все, больше говорить не о чем. Потом я от мамы услышала, что у отца остался брат, дядя Алексей его звали, Алексей Сарапионович, и что он живет недалеко от родителей отца, от дедушки и от бабушки. Вот. И дедушка с бабушкой, ну, у них еще сын второй был на фронте, он тоже погиб вперед отца где-то на полгода, Леонид его звали. Вот. И внуков я, внучка, получилась самая первая. И потом я от мамы слышу, она говорит, вот так и так, родители твоего отца, то есть дедушка, бабушка, просят, чтобы мы тебя отправили к ним туда посмотреть. Ну, я сама маленького роста. А где они жили, вы говорите? Вот, они в Пермском крае как жили, так и живут. Я маленького роста, я вообще была, но тогда дети вообще были забиты военные. Вот. И это, подумали, подумали, родители в деревне жили, они не могли приехать. Мама тоже одна воспитывала, мы у нее с бабушкой на жди вене были, тоже не могла поехать. Вот. И рискнули подправить меня через эскетин. Я не помню, какой номер поезда и какой... Проходил поезд. Этот поезд останавливался на Горьковской дороге, по-моему, станции Янаул. И там жила у дедушки с бабушкой старшая дочь. Они все это дело организовали, все прочее. Мама, конечно, очень боялась, очень волновалась, когда меня такую маленькую отправляла. Это сколько вы говорили? Ну, это я семь классов кончила, мне еще четырнадцати не было. И отправили меня на... Ну, соответственно, предупредили, конечно, проводника, все прочее. Вот мамина волнение я до сих пор помню, очень она волновалась. Вот. Да, в Янауле меня встретили, тетка, ну, то есть старшая папина сестра. Вот. Я у них, может быть, день или два пожила. А день прожила я у них. На следующий день за мной на лошади приезжают, автобусы тогда не ходили между деревнями, вот, на лошади приезжает вот старший, младший брат Алексей Серапионович, который учителем в школе, забирает меня, садит в телегу и везет меня в деревню Дублиневка. В этой деревне жили дедушка с бабушкой. Привез туда, я у них осталась. Вот. В этой деревне еще одна дочка у них жила, с семьей тоже, и там тоже были дети. А сколько вы в общей сложности пробыли у них? Ну, недели, наверное, две-три, я, наверное, пробыла. Как они вас встретили? Вот, может быть, из-за того, что я не чувствовала мужского плеча, а может быть, и разницы характеров. Ой, да простите меня, боженька, но больше всего я почувствовала близость от своего дедушки. Вот мне вот до сих пор смотрю эти фотографии, и вот он настолько был мне дорог, я не чувствовала даже такой близости к отцу, как вот к этому дедушку. А они вам что-то рассказывали про папу? Я не помню. Я знаю, что дедушка нас куда-то, вот вторая же внучка в этой же деревне жила у него, вот он нас куда-то водил. Я запомнила только обратную дорогу. Идем через какую-то деревню, не было же никакого транспорта, хоть только пешком или если у кого-то лошадь на лошади. И кто-то знакомый, ну сейчас же так, и кто-то на улице знакомый, а кто-то в деревнях знакомый. Он спрашивает, ты, Сарапион, что за девочки-то с тобой? А он говорит, вот это я запомнила, поэтому я про это и рассказываю. А он говорит, это мои внучки, а вот эта внучка приехала показывать на меня. Она Мартимьянова дочка, вот, она приехала из Сибири. Я это дело запомнила и запомнила их дом. — Скажите, а вот когда папа погиб, вот он после смерти своей уже третий орден получил, слава получается, да? — Да. — А вот остальные два, расскажите. — Сейчас расскажу. Вот его забрали до начала Отечественной войны, в апреле месяце войны, началась в 41-м году. Его, когда забрали, почему забрали его в апреле? Служить, потому что он до этого не служил нигде. Его отправили под Львов. И он, когда война началась, то он, конечно, его призвали в армию, там же он уже был в армии, он уже был на украинском фронте. Папа был просто без всякого образования. Тогда четыре класса считалось уже хорошо. Поэтому вот он в 41-м году начал воевать. В 42-м году его наградили медалью «За отвагу» в 42-м году. Потом, значит, он батальон где-то развед... разведывательный батальон был. Потом в 43-м году он продолжал воевать. Его наградили орденом Красной Звезды. Потом в 44-м году, где-то в начале года, его награждают... Это уже, наверное, чуть ли не Польша была, если я не ошибаюсь. Он какие-то там... У них батальон был разведыв... Не разведчики, а вот разведывательные... Разведыватели разведывали они инженерное оборудование у врага. И они... И он тогда был... Вот я чувствую, что в Польше. Вот тогда его за удачную операцию... Это его наградили орденом славы третьей степени. Они идут третья, вторая, а потом уже самая высшая награда – это первая степень. В 44-м году. Вот. Продолжал... Продолжал воевать. В 45-м году его опять в начале года, где-то, наверное, может быть, в январе награждают орденом славы второй степени и опять воюют. В 45-м году где-то он со своим батальоном форсировал реку Одер. А Одер этой... Она же протекает, эта река... Я уже теперь географию-то забывать стала. Ну, короче говоря, она где-то идет граница Польши и Германии, потому что он и погиб-то на границе Германии. Вроде бы, как в одной... в одном извещении он погиб в Германии, а другое извещение... Я же долго и упорно разыскивала все... Все его биографические данные и подвиги, и награды в Польше. Но главное, что вот потом вроде бы остановились на том, что он похоронен все-таки в Польше. Значит, он воевал, видите, как границы Германии... Он в братской могиле где-то? Я думаю, что в братской могиле он. Я думаю так. А как вы начали искать? Когда я начала искать? Вот я когда съездила к родителям, это уже мне было 14 лет. Я не знала, что еще такое. Что это еще такое. А потом как-то по радио... Мы уже жили в Новосибирске. По радио я услышала, что вот дети войны, у которых отцы погибли, создается организация. И все, пожалуйста, приходите. Вот у нас есть в Ленинском, по-моему, районе ДК... Металлург. Вот там будет регистрация, но с собой надо иметь похоронку. Нас собралось очень много, очень... Такая... Столько народу набралось, целая очередь прямо. Вот мы когда пришли, нам сказали, да, посмотрели, нас зарегистрировали и сказали. Вот кроме этого надо еще... Где, какие награды ваших отцов? Где они погибли и все прочее. Вот это был толчок к тому, чтобы я начала разыскивать своего отца. А когда уже прям явный интерес проснулся? Вот этого уже явный интерес. Вот тут я уже взрослый человек, я уже закончила институт, я уже работала, уже жила после институт, уже жила в Новосибирске, работала в Новосибирске. У меня уже был явный интерес найти. Я была прямо настроена по-боевому разыскать. Часто вы в Искитим приезжаете? И когда приезжаете, куда ходите? Где бываете? Ну, в Искитим я приезжаю больше всего по семейным обстоятельствам. Я когда... Мама у меня же в Искитиме была. В Искитиме жила, с бабушкой жили они. В 57-м году я окончила в Искитиме школу, первую школу. Вот. Первую я окончила и поступила в институт. В институте я познакомилась со своим будущим мужем. После третьего курса мы с ним поженились. На пятом курсе, перед самым дипломным проектом, у нас родился ребенок. И куда студентам с этим ребенком? В общежитии? Нет. Один в одной комнате живет с студентами, другой в другой. А мама в Искитиме жила. Я взяла месяца на два или на три академический. И жила с этой девочкой здесь. День я дипломируем, день муж остается. И вот так мы ездили. Ездили. Но закончили институт, и ребенок наш умирает. Пять месяцев шестой было ребенку. Поэтому мы приезжаем... А что с дочкой случилось-то? Ну, она простыла. У нее двустороннее воспаление легких, и она умирает скоропостяжно здесь, в Искитиме, в больнице. Вот. И мы ее похоронили. И все. У вас дети еще появились? Да, появились. Да, появились. У меня в 66-м году родился сынок. И его в честь вот этого дяди, последнего Алексея Сарапионовича, мы называли Алексеем. Да. И мы с этим сынком и ездим каждый год. Вот я отвечаю на вопрос, как часто. Мы ездим с ним каждый год на машине. Машинка худенькая, конечно. Худенькая, маленькая. Но ездим на колесах. Каждый год мы ездим на кладбище. И когда в 2015 году поставили мемориальную доску для моего отца на учреждение образования, на улице Советская. Почему там? Потому что он на лесосплаве, отец, работал. Там негде. Ближе всего к месту. Да. У меня когда-то Андрей Иванович Аборкин позвонил или написал письмо. Нина Мартиниевна, где вот? Или на лесосплаве, или назвать какую-то улицу. Или как? Я съездила в Осетим, посмотрела, что представляет собой лесосплав. Там всего три барака, которых я родила. И воспитывалась в детском садике. И один или два частных дома. А раньше был и детский сад. И сад Сталина был. И клуб был. И магазин был. Это было продолжение города. А я ему, когда побывала, сказала, нет, Андрей Иванович, мемориальную доску там делать нечего. Там никто не бывает. Там затишье. Там ни одна душа не появилась, пока я там была. Вот. Я не против, если какая-то улица в честь моего отца. Потом он мне говорит в мемориальную доску вот на здание управления образования. И когда его открывали, я лежала в больнице в это время. Мне он позвонил, сообщил. Я с врачом, с детищем говорим так и так. Она и говорит, врач была, говорит, что вы не норите мне? Она, опезжайте. Вы на ногах, вы можете. Я вас отпускаю. Я съездила. И мы были. И вот я присутствовала на этой... Если хотите, вот у меня была газета. А газета, когда открывали эту доску, и мы с сыночком ездили туда. Он уже взрослый человек, конечно. Так. Вот открытие. Это вот я в розовом курточке. А это его чуть-чуть видно, кепочку. А это ваше руководство. На кого вы похожи? На папу? Я полностью, вот как мне говорили, полностью похожа на папу. Сколько вам лет сегодня, Марьяновна? Даже страшно говорить. Мне 77 полных. И уже в этом году будет 78. Живите еще долго. Рассказывайте о своем папе. Он у вас это заслужил. И дай вам Бог всего хорошего, Марьяновна. Спасибо. Знаете, я хотела бы поблагодарить всех эскетимцев. И совет ветеранов. И особенно, ну, больше всего, о Боркина, Андрея Ивановича, и Караквяковского, и Тамара Ивановна. А одна из сестер моих двоюродных, которые на Урале живет, она в библиотеке работает. Видимо, она просматривала материалы. Она меня нашла. И фотографию. И другой сестрички своей, которая живет в Костроме. Говорит, Нина, ой, Люба, посмотри, нашлась наша сестра. Вот она тут вот и посмотри. Это точно она похожа. И они меня разыскали через Тамару Ивановну. Телефон же был. Вы обрели еще родственников. Да, да. И они меня разыскали. Тамара Ивановна мне сразу звонит. У нее был мой городской телефон. И говорит, Нина, Мартиан, нашлись ваши двоюродные сестры? Нет. Я ей твердо говорю, нет, у меня нет. Она говорит, нашли. Вот дали ее. И дали телефоны. Я сразу вот в следующей секунды начинаю звонить в эту Кострому. Я говорю, вот так и так. Я вот такая-то. Вы звонили. Да, вы наша сестра. Я говорю, вы знаете, уже обращалась тоже к однофамилице. И фотографию посылала. У меня, говорю, есть фотография. Фотография вашего отца с вашей девочкой, со старшей дочкой, с Галей. Если только действительно это, вот эта фотография, действительно это отец ваш и ваша сестренка, то тогда мы действительно родственники. Через какое-то время приходит письмо и говорит, да, Нина, да, Нина, вы наша сестра. Это наш папа и наша старшая сестра Галя. Вот так. Все. С того времени мы общаемся. Вот в 15-м году я, они собрали, пригласили меня. Я съездила. Съездила. Ну, мало времени. Еще они хотели бы съездить. Меня встречали у поезда. 20 человек. Это было волнительно. Весь вагон, которым я ехала, не все присутствовали, проводницы, и все, при которой остались в вагоне. Они все меня, они знали, я проводница рассказала. Она говорит, не волнуйтесь. А я волновалась. Встретят меня. А она мне говорит, не волнуйтесь, вас встретят. Я, говорит, у меня такая же обстановка однажды была. Меня встретили, хотя мы незнакомы были. А я, у нас же передача «Жди меня». Она и по центральному телевидению. И я эту передачу всегда смотрела и с грустью, чуть ли не со слезами. Ой, боже мой. С радостью за тех, кто нашлись, и с грустью. Ну, почему же меня никто не ищет? Ну, почему? И когда меня нашли, я в восторге, до сих пор в восторге, что меня не оставили. И они меня поддерживают. Телефон и звонят, и звонят, и все. Спасибо, Нина Мартемьяновна. Спасибо вам всем. Спасибо всем эскетимцам. Очень благодарна. Дорогие друзья, у нас в гостях была Нина Мартемьяновна Галяткина в девичестве Ехолакова, дочь Мартемьяна Серпионовича, полного кавалера орденов славы, нашего эскетимского героя. Всего вам доброго, и пусть в вашей жизни тоже случаются чудеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова